приветствую всех на своем канале рада вас снова видеть итак мы сегодня с вами что как-то толстая посмотрим расклад на тему ваши ожидания того как люди должны с вами общаться у нас у всех есть свои собственные ожидания да как бы мы хотели чтобы нами с нами разговаривали до чтобы нам отвечали вот и как на самом деле происходит это вот мы с вами сегодня и посмотрим так секундочку пойдет на место выбирайте позиции тайм-коды есть в описании к видео мы с вами работаем разгорится немножко благопония у меня спрашивали на какой колоде я работаю я работаю на колоде терра волаты в разделе плейлистов есть плейлист которая называется обзоры моих колод там принципе есть обзоры все колодцы которыми я работаю можете туда зайти и посмотреть так надеюсь вы определились с позициями и мы давайте сразу с вами приступим позиция номер один голубенькие крамешек ваше ожидание того как люди должны общаться с вами да то есть что вы ожидаете от людей двойка кубков знаете хочется сказать ваше ожидание достаточно идеальны плане того что вы хотели да у вас есть ожидание что люди с вами будет общаться спокойно гармонично в ровном таком тоне без я не знаю без нарушения личных границ это есть двойка кубков она всегда говорит о родственной душе да то есть некой такой близости душевной скорее всего большей степени понимание друг друга да ну то есть взаимопонимание уважение такая знаете сбалансированная речь да никто не переступает ни чьи границы да здесь есть уважение могу сказать что это вот некая такая идеализация как я и сказала ранее а еще ваше ожидание того как люди должны с вами общаться семерка педагли говорит о о том чтобы знаете как-то не спеша размеренно ощущение того что вообще в общении здесь для вас важно чтобы никто никуда не торопился до чтобы было некое такое внимание при общении то есть она не просто поверхностно задал вопрос да и сразу переключил тему на на что-то другое а когда человек слышит вас так когда проникается вашей речью когда возможно не знаю как-то прислушивается очень внимательный к тому что вы говорите как вы говорите вот и вот это все обязательно должно быть взаимно то есть у меня такое ощущение что вот так как вы любите общаться да вы ожидаете чтобы и люди с вами также общались и очень важно чтобы не торопились не торопились задавать вопросы не торопили вас в беседе не не подгоняли чтобы это вот было знаете так спокойно сел высказал поговорил вот прям когда почувствуешь внутри себя что все . да то есть все самое необходимое уже было сказано тогда можно завершать то есть вот это не было как-то поверхностной и в спешке какой-то вот плюс ко всему еще чтобы здесь было какая-то такое знаете долго ну на долгосрочной основе общения чтобы это не было как-то вот развода и все то здесь есть желание вообще общаться с людьми ну то есть она присутствует но с другой стороны добиться вот этого взаимности и той глубины на которой вы хотели бы общаться достаточно сложно потому что здесь вот присутствует некое такое единение да вот это взаимопонимание оно не случайно она появляется тогда когда человек открыт когда у вас есть общие ценности когда присутствует вот это вот доброта уважения любовь когда все прозрачно ясно то есть ну здесь мне хочется сказать что с одной стороны возможно это какая-то идеальная беседа с другой стороны почему бы и не до вполне нормальном обществе да в цивилизованном обществе это вполне приемлемо так а хорошо давайте теперь посмотрим а как люди общаются на самом деле с вами девятка пендакли говорит о том что относится и тройка жезлов что относится к вам достаточно уважительно до общается с вами как с целостной такой личностью которые есть опыт и есть знания да здесь есть уважение кстати присутствует общается с вами как с человеком которого видят на перспективу либо с человеком с которым можно заключать какие-то сделки договариваться а то есть человеком который смотрит в будущее достаточно позитивный не могу сказать что вы витаете в облаках да и с другой стороны скажет что вот прям чрезмерно прагматичный нет то есть если например это общение касается профессиональной сферы да то вы вот прям такой идеальный человек который рассматривает все варианты человек который смотрит на перспективу далеко видят возможности и такой достаточно позитивно настроенный человек еще как еще как они с вами общаются как кстати по аркану мира да вот это вот гармония то и вышла причем вы все равно рассчитываете на двойку кубков на более мелкий объем общается с вами намного больше ну то есть видят вот это вот мир гармонию который вы хотите да но больших объемов то есть у вас все-таки ожидания немножечко заниженные по сравнению с тем как видят вас люди люди при взаимодействии с вами при общении с вами видят вас фигуру такую умиротворенную спокойную с опять-таки вот то что я говорила да с расширенным таким горизонтом может быть знание да может быть в сознании то есть здесь человек который на 360 градусов смотрит по сторонам то есть он видит ситуацию со всех сторон бывает так что люди с вами а возможно вы желаете общаться тет-а-тет но здесь такое ощущение что люди с вами могут общаться не лично в вашем присутствии а как-то вот через переписку дачи там я не знаю онлайн интернет через какие-то дороги то есть люди с разных мир с разных миров с разных от разных культур традиций то есть люди могут с вами общаться на на разные темы и на разных языках возможно вы разговариваете на на нескольких языках да здесь такое есть относится по знаете достаточно уважительно могу сказать ну как минимум с добротой с добротой и желанием вот знаете они видят вас что-то такое новое да как то как вы их как будто бы обогащаете что ли чем то ли знаниями то ли может быть своими советами то ли своей какой-то энергии то ли какими-то идеями то есть они получают от вас профиты но я не могу сказать что здесь вот корыстная нет а здесь скорее всего знаете в это поговорил с человеком и говоришь у какая интересная личность дал так много знает такой знаете человек эрудированный хотелось бы еще пообщаться да вот вот здесь об этом идет хорошо какой сценарий вы сейчас проигрываете с людьми в общем не с этими которые которые здесь вышли а в общем какой сценарий коммуникации до в коммуникации вы проигрываете сейчас аркан силы здесь смотрите здесь личность такая достаточно самодостаточная и в принципе я не могу сказать что вот вы прямо сто процентов нуждаетесь в общении по крайней мере вам и не скучно в одиночестве с другой стороны я могу сказать что что-то сейчас происходит и вы открываете заново как будто вы коммуникацию с людьми раньше возможно что-то вас пугало что-то вас пугало либо не знаю вы были чувствительны и вот не знаю может быть симпатичные как-то перенимали энергию другого человека то есть ощущение того что раньше как будто бы общение вообще не приносило вам никакого удовольствия либо вас не было потребности в общении либо она не приносила вам удовольствие сейчас что-то изменилось по аркану силы и сценарий который вы проигрываете он связан с тем что вы преодолеваете самих себя возможно здесь идет какая-то ваша проработка касательно убеждений касательно того что вы думали о людях либо как вы думали о людях либо про общение с людьми вообще вот ваше как будто бы мировоззрение но немножечко меняется и аркан силы говорит о том что вы преодолеваете внутри себя какие-то барьеры и не знаю темные какие-то стороны здесь идет работа со своим характером и а она основать краски на убеждениях так вот здесь ощущение того что вы как будто бы прорабатываете то что вам ну вот вы как-то раньше боялись да то что вас раньше напрягало не знаю может быть это были какие-то конфликтные ситуации и вы не знали как себя повести и из-за этого вы как-то не знаю устранялись и сложно вам было беседе либо наоборот там где присутствует некая такая полемика хорошая вот уметь отстаивать свою точку зрения либо кому-то что там не то чтобы переубеждать а говорить при условии того что человек не был готов услышать противоположную точку зрения вот вам такие ситуации они были не совсем комфортны сейчас же вы не не устраняетесь и здесь наоборот появился какой-то интерес а как будто бы вы себя проверяете через общение особенно хорошо если это позитивная такая гармоничная коммуникация созидательная а если она достаточно сложная да либо какая-то проблематично здесь ощущение того что вы преодолеваете какие-то вот именно в общении всплывают сценарии связанные с какими-то вашими блоками и вот эти вот блоки вы проецировали либо проецируете сейчас на людей с которыми вы беседуете не с гармоничными людьми а с теми которые вот вас как-то напрягают если раньше было выходили то сейчас что-то новое происходит в этом диалоге и вы по-новому находите какие-то способы то есть вас уже не пугает вот какая-то знаете серьезность взаимоотношениях до беседе либо не знаю недопонимание то есть у вас общение сейчас уже не напрягает наоборот вы как будто бы идете туда потому что вы ощущаете что там страшно и в конечном итоге вы выходите победителем для себя победителем не в беседе для себя потому что вы общаетесь с теми людьми с кем ранее вам было страшно либо вы говорите то что ранее вам было страшно сказать либо что-то просить я не знаю не обязательно что-то говорить и вот здесь вот идет приобретение и собирание себя здесь собирание своей собственной энергии то есть раньше если вы ее растрачивали на то чтобы поддержать какой-то вот такой защитный купол в котором вы который вы создавали дату с некую такую дистанцию с людьми и на этом тратилось очень много энергии то есть вы ее этот купол как будто бы создавали как некую защиту то сейчас не знаю здесь я ощущаю больше позитива в общении поэтому сценарий который вы прорабатываете он связан непосредственно с преодолением своих страхов до императрица выходит которая говорит о том что у императрицы я говорил уже неоднократно да есть одно такое качество это уверенность да то есть она уверена ранее возможно у вас не было вот этой уверенности почему потому что вообще общению и все что связано со словами вы вот вербальному именно коммуникации вы придавали большое значение не знаю может быть словам и может быть каким-то обещанием может быть каким-то предложением не все люди держат слова его для вас это было возможно самым таким трудным моментом до что вот вам на при кто-то пообещал и не сделал либо говорит просто для того чтобы говорить либо одно говорить другое подразумевает вот все что связано со словами вас это вот как-то очень сильно напрягало почему потому что вы придавали большую значимость именно коммуникации до с людьми то есть но поскольку вы вот здесь как бы исходя из того что говорят карты вы открытый человек такой знаете добрый человек уважительный воспитанный вас и были ожидания до что люди также к вам бы с вами общаться но вы такого не встретили и вот это вот беседа вообще для вас до любой диалог он вызывал некую неуверенность то есть вам не комфортно было почему потому что вообще сама беседа особенно если это какие-то авторитетные люди для вас вы придавали этому значение сейчас вы как будто бы расслабились и вопрос уверенности для вас не стоит почему потому что для вас не стало столь важно не знаю что люди говорят как говорят здесь как будто бы знаете вы немножко расслабились перестали быть претензиозными да давайте так скажу к людям требовательны потому что первую очередь вы были требовательны от себя а вот здесь вот это вот именно вот этот аспект он немножко расслабился и возможно здесь есть какие-то узлы на которые развязались вам стало легче общаться с людьми то есть вы уже не обращаете столько внимания именно на то что говорят люди возможно вы переключились там не знаю на действие на что-то другое но вот то что касается общения да здесь она уже стала более такой знаете непосредственно сказал человек ладно там пропустила мимо ушей не обратила внимание то есть но меня это допустим не касается либо не берете на на свой счет плюс ко всему императрица она все равно говорит про некую такую властность и умение создавать на такие коммуникации которые будут идти ей на благо в первую очередь не могу сказать что здесь вот такое горыс корыстное что-то но императрица она получает то что она хочет так вот здесь сценарий который вы прорабатываете это умение ценить себя в первую очередь в коммуникации в жизни когда вы не общаетесь возможно вы цените уважаете себя но иногда в коммуникации было так что не знаю шли какие-то перекосы не могу сказать что вот вы себя как-то сами обесценивали но может быть я не знаю люди на борт вас как-то побаивались либо в какой-то степени на борт пренебрегали вами то есть вот были какие-то крайности сейчас же вы прорабатываете сценарий именно умение преподнести себя именно находиться во время беседы вот в этом гармоничном состоянии да по императрице так как вы хотели бы до по двойке кубков там и при этом у вас уже как будто бы стала получаться поэтому сейчас вы прорабатываете вот этот сценарий по аркану силы и по аркану императрицы два великих арканы и вытащила туз кубков до чтобы коммуникация давала вам некую такую наполненность чтобы все таки вот то что вы хотели по двойке кубков ощутить вот это вот бизнес да чтоб она присутствовала то есть здесь ощущение того что вы прорабатываете сценарий того чтобы получать в коммуникации то что хотите вы возможно ранее вы что-то делали для других а теперь вот опять таки боялись да то что я говорила по аркану силы боялись возможно что-то попросить да либо что-то озвучивать то сейчас более немножечко эгоистичная беседа нос как-то сказать в хорошем понимании этого слова да то есть если раньше вы больше говорили о других там не знаю интересовали с другим сейчас вы уже проявляете и какой-то интерес беседе начинаете говорить о себе либо переводите тему на себя да то есть чтобы было сбалансировано не только говорить о другом о другом о другом но и говорить немножечко я себе это тоже как-то ну важно то есть здесь ценность вас самих стала больше проявляться потому что вы знаете здесь такой образ либо императрица на какая-то недостижимая здесь у вас была в диалоге но слишком там авторитетный человек да только по профессиональной сферы ко мне подойти эти обличные нет я никому не говорю не разрешаю не позволяют так далее либо наоборот какая-то перевернутая императрица человек неуверенный человек не не знающий свои ценности возможно да который не мог попросить что-то отстоять свою точку зрения как-то воздействовать на на диалог вот здесь по-разному может быть но сейчас вы проходите это сценарий и я вижу что вы его проходите уже достаточно успешно то есть по крайней мере вам я говорю вы открылись здесь появилась вот это вот открытость миру и как следствие диалог и беседа она стала более гармоничной то есть вы внутри себя паркан оператрицы чувствуете эту гармонию и эту карму не вы начинаете транслировать во внешний мир вот беседе в диалоге вам уже не так страшно да то здесь вот какие-то страхи свои вы прорабатывали возможно это вот детские какие-то моменты там я не знаю сценарий того что закрывали вам рот не давали вам возможность поговорить особенно если это какие-то авторитетные люди были до которых нужно было уважать и вот вам все время закрывали рот и говорили там когда взрослые сговорят дети молчат а либо что-то еще такое и вот у вас появился вот этот вот какой-то блок в коммуникации то есть откуда вот тонна оттуда идет из детства здесь скорее всего идет проработка но мне нравится энергия что это мягкие энергии и они вас удовлетворяют они вам нравятся это самое главное позиция номер два красненький камешек двоечки ваши ожидания того как люди должны с вами общаться аркан стойкости как с человеком который очень многое преодолел человек который со многим справился причем справился самостоятельно здесь такое ощущение знаете вот как-то на равных потому что здесь чувство что вот как будто бы ранее возможно вас как-то принижали а сейчас у вас ожидание того что что люди как будто бы увидели того сколько вообще вы силу к чему-то прикладывали до либо какие трудности вы прошли кем вы стали то здесь ощущение того человека который вырос вырос над собой вырос вообще может быть по статусу вырос может быть финансово как-то вырос здесь вот ощущение того что человек преодолел что-то и он стал кем-то другим вот у вас ожидание что и это ценится на вас ожидания такие еще ожидание того как люди должны с вами общаться рыцарь педакли знаете как с человеком-тружеником либо человеком который идет вот к своим целям то есть здесь чувство не то чтобы вот как-то требовательно к вам относились то есть никак не оценивали вас по результату только а вот именно в процессе да то есть чтобы люди замечали что вы делаете насколько вы целеустремленные на здесь опять-таки энергия того что не то чтобы качество да здесь показаны а как будто бы чтобы людям оценили вас вот здесь идет такая энергия то есть вы ожидаете что в диалоге всегда будут люди оценивать вас как какой вы хорошие либо насколько вы хороши стали по сравнению с вами же в прошлом то есть все равно присутствует по энергии какая-то вы знаете какое-то подтверждение но все же если мы будем рассматривать качество которое вы хотели бы чтобы люди вас видели то есть как бы развивалась беседа вам нравится очень разговаривать на тему профессиональные сферы да на то например куда вы двигаетесь как вы достигаете того что вы хотите то есть возможно какие планы вы строите как вы делать то есть здесь вот профессиональные сферы вам очень нравится возможно у вас есть какое-то любимое дело и вам нравится об этом говорить с другой страны рыцарь мечей говорит о том что у вас есть ожидание того что вот люди с вами будут правдивыми но при этом как будто бы знаете не могу понять то ли не давали бы вам поблажек то ли вы не хотите чтобы вам давали каких-то поблажек в чем-то то знаете чтобы они были прямолинейными но с другой стороны какие-то бескомпромиссные не знаю почему для вас это важно чтобы они знаете как-то напрямую говорили то что хотели чтобы не елозили чтобы не 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 шли его так знаете вокруг вокруг да около а вот как-то напрямую еще как бы вы хотели чтобы люди с вами общались ирофан то есть для вас важна истина для вас важно для вас вообще важно аудитория да то есть ирофан там всегда нужно аудитория нужны люди которые бы его слушали для того чтобы он передавал какую-то информацию здесь по ирофан до коммуникация вообще сама по себе важно то есть ради коммуникации здесь человек может идти на любые эксперименты да и потом об этом рассказывать писать ввести какие-то блоки для того чтобы поделиться своим каким-то опытом но и при этом знаете для вас важно соблюдение некой такой иерархии то есть если например ты разговариваешь с более молодыми людьми до чтобы они возможно вам обращались на вы либо как-то с уважением и почитанием если вы разговариваете с людьми старше вас либо но авторитетными более уважительными уважающими то вы наоборот общаетесь как-то с с почитанием вот здесь иерархия важно ну и правда то есть несколько арканов указывающие на то что вот именно правда вы правдолюбой то есть для вас это важно трудолюбие терпение вот и почитание вот какое-то почитание здесь почему-то важно мне идет энергия знаете кумира кумира не не в плане того что вы для кого-то являетесь кумиром а как будто бы у вас есть это почитание вы почитаете каких-то кумиров то есть на как-то с уважением относитесь как-то так хорошо а как люди общаются то есть как вы хотели бы мы посмотрели а а как общаются с вами люди коры же за достаточно позитивно решительно да могу сказать может быть некоторой степени вас даже чему-то и обучают да либо куда-то вас ведут ну вот здесь решительность присутствует да и позитив а с другой стороны у нас здесь выпадает пашкубков да то есть иногда видят вас такую знаете ну не зрелую душу достаточно юную молодую поэтому общаются с вами как возможно с маленьким ребенком ну либо как-то знаете балует что ли вас в общении более не то чтобы снисходить все нам но позволяющие да то есть позволяет вам как-то не знаю себя вести как маленький ребенок то есть некоторой степени возможно даже вас не воспринимает всерьез но это с хорошей точки зрения не с плохой вот но может быть даже к вам как-то как-то обращается когда нужен какой-то добрый совет либо свободные уши чтобы послушать да когда вот хочется поплакаться кому-то ну либо поддержка либо возможно к вам с вами обращайтесь то есть все равно присутствует какая-то знаете снисходительность нету нету равенства то есть вот я не вижу этого равенства все равно как-то либо говорят знаете как а с этим человеком можно да так себя вести не на что плохо но позволяет то что например с другим человеком бы себе не позволили не знаю может быть там использование нецензурной речи к примеру да либо как-то не знаю задержаться ну в плане того что он ничего страшного задержался там пробка была да я как-то ну этот человек меня поймет вот если бы он общался с кем-то другим то там бы он из кожи вон вылез но вовремя был а с вами как будто бы можно да то есть вот так какой сценарий вы сейчас проигрываете с людьми королева пиндакли и пятерка жезлов здесь на самом деле сценарий не такой как в первой позиции вы можете на него повлиять из первой позиции сложно было как-то ну то есть его необходимо было пройти то здесь вы можете повлиять на ваш сценарий он связан как-то знаете больше именно с ценностью вас а вот вы проигрываете сейчас через через то что он вы кого-то вы позволяете что у вас есть своя точка зрения потому что пятерка жезлов она говорит о неком таком соревновательном моменте да некая конкуренции когда но в хорошем ключе когда вы разрешаете себе сказать свою какую-то идею свое какое-то мнение и пускай она будет даже отличная от другого нам и но вы себе это позволяете в королева пиндакли она говорит как раз таки о некой такой заботе к себе а то есть чтобы вы вы при при общении чувствовали возможно заботу от другого от другого человека да возможно сами о себе заботились в общении возможно чтобы это общение приносило вам какую-то ценность да то есть чтобы это не были какие-то пустые разговоры чтобы беседа вас как-то обогащала приносила вам какую-то пользу ну и сценарий короля кубков человека который умеет управлять своими эмоциями то есть здесь вы как раз таки но здесь статусность мне идет вы проигрываете сейчас сценарий который позволяет вам не просто общаться но получать еще и удовольствие от беседы потому что вот вы чувствуете да что к вам ну хорошо расположен человек достаточно позитивно да что вот он уважает ваше мнение ваше пространство вашу точку зрения не знаю какие-то ваши поступки возможно то есть здесь вопросы ценности стоят очень ярко и с другой стороны удовольствие чтобы не просто была ну пустая беседа а именно наполняла вас чтобы вы получали удовольствие от этого чтобы еще не было знаете какого-то сомнения потому что по пятерке жестов присутствует какое-то сомнение ну вот а сказать не сказать а надо или не надо там а может быть но это мнение никому не интересно зачем я буду говорить то есть вот здесь такое ощущение что-то вы я говорил уже в каком-то раскладе чувство энергии человека невидимки и вот вы как будто бы сейчас постепенно постепенно принимаете некий некий облик цветовой то есть еще наполненности я не вижу что была масса энергетическая чтобы вы знаете так ярко проявлены были да по энергетике чтобы она такая мощная была здесь скорее всего некая такая прозрачность вашей энергии и она как мыльный пузырь на эти когда на солнышке переливаются да вроде бы прозрачный но какие-то вот жилки цвета есть вот здесь так вот эти вот жилки цвета они на вашем мыльном пузыре постепенно постепенно сейчас начинает проявляться но сказать о том что вы прям набрали массу и стали вот прям заметны нет здесь какая-то такая знаете мыльный пузырь может любой момент лопнуть то есть все равно неуверенность какая-то еще присутствует но вы уже делаете первые шаги как минимум вы сами себя оценили а это самое важное чтобы не кто-то вас оценил а вы себя уже оценили и позиционировали более уверенным человеком вот такие у меня были двоечки так и мы с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку троечка смотрим ваше ожидание того как люди должны с вами общаться вот здесь вот прям слова должны очень-очень уместно именно должны восьмерка жезлов вот чувство что люди с вами должны общаться достаточно быстро причем возможно печатать часть как-то через переписку но должны как-то знаете вот вы отправили смс вы сразу должны получить ответ то есть вот вот это вот момент того что я отправил мне сразу не ответили это как будто бы этого не должно быть здесь вообще не должно быть таким знаете скоростным интересным развивающимся и позитивным то есть если ты не по существу тогда со мной вообще не общайся если ты не про позитив это вообще тоже не ко мне если ты не про развитие ну то есть темы которые как-то вот развивают меня тебя тоже нет здесь есть четкий такой регламе того как 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 должны общаться аркан смерти говорит о том что сейчас вы претерпеваете некоторые изменения и выпадает туз мечей то есть вы еще окончательно для себя не определились как бы вы хотели чтобы люди общались но однозначно как-то решительно то есть такое чувство что когда человек не уверен как-то мямлет вот это вам не интересно вот мне идет так знаете почему там про лаконичность вот для вас важна лаконичность и правдивость то есть умение доносить информацию объемную информацию но коротко без воды вот по существу для вас вот это вот очень важно либо когда какая-то ситуация заставляет вас задуматься то есть какие-то новые мысли рождаются на этот счет либо когда беседа вскрывает что-то но это что-то оно должно быть неким таким трансформирующим фактором то есть то что меняет ваше мышление то что меняет ваше сознание вот вы хотели бы чтобы люди так общались и аркансон да чтобы беседа была легкая непринудительно теплая и обязательно позитивно то есть вот нытиков и все такое я не потерплю вы даже в своем окружении не хотите иметь людей у которых какие-то проблемы есть даже если до этого этого человека не было проблем как только они появились вы как будто бы на некоторое время его как-то удаляете из своего пространства на время то есть знаете как это иди подумай иди в угол до сядь посиди подумают когда ты изменишь на свое настроение тогда придешь мы с тобой помчаемся может быть это достаточно жестко но на то у вас есть свои определенные причины сейчас не будут удалить потому что мне показывает что вот за этим стоит какой-то свой определенный багаж знаний и опыта и вы для себя решили что общение оно должно быть вот такими найти легким и теплым обязательно и почему-то я не знаю почему это имеет отношение как-то к богатству возможно вы рассчитываете на людей на либо на удачу либо на людей которые вот приносят вам какую-то удачу ну то есть возможно вы как-то отметили что вот я поговорив с этим человеком да у меня потом в жизни что-то хорошее происходит вот вам нравятся такие люди которые приносят удачу фартовые люди либо люди которые могут повлиять на на вашу жизнь на на вашу судьбу в хорошем позитивном ключе вас такое ожидание хорошо а как люди общаются с вами на самом деле аркан колесницы и и а семерка жезла на это же семерка или это пятерка и терка общаются они с вами как будто бы в дороге да действительно общение такое скоростное вот но при этом вот как будто бы нету знаете расслабленности есть некая такая конкуренция вот у меня такое чувство знаете что как будто вам кто-то пишет а вы там не знаю говорите не знаю договорились например на какой-то встрече вам человек говорит во сколько мы встретимся вы 5 все цифру 5 написали все и человек вынужден как будто бы задавать дополнительные наводящие вопросы для того чтобы получить информацию а где я что такое вот вас вот это очень сильно раздражает то есть я сказал 5 если что я перезвоню все не надо меня спрашивать не надо уточнять здесь какая-то борьба идет за что за что идет борьба в коммуникации тройка кубков как будто вы знаете люди хотят с вами общаться а вам вот некогда мне такое ощущение что вам некогда вы все время куда-то бежите все время куда-то торопитесь не знаю может быть жизнь у вас так устроена может быть ритмы но люди как будто бы хотели с вами дружить но вот вам не нужна их дружба вам не нужна почему вам не нужна их дружба а у вас какие-то другие задачи туза педакли и аркан вселенной у вас какие-то более масштабные глобальные цели то есть вы как будто бы говорить у меня нету времени на то чтобы расслабиться чтобы просто посидеть потрещать языком помолоть нет вот как будто бы даже отдых для вас он должен быть продуктивным вот он должен быть какой-то вот не знаю полезный просто так на солнышке посидеть посмотреть посидеть и на солнышко посмотреть у вас такого нету либо просто в кафешке посидеть нет если даже и посидеть за чашкой кофе то надо что-то обязательно обсудить там не знаю бизнес-план либо что-то это не просто встретиться с человеком поговорить так налегке да ну такое ощущение что вот у вас как будто бы есть какие-то другие планы планы вы сейчас на данный момент ими горите то что-то хотите создать именно поэтому возможно у вас и есть вот это вот спешка движения но в любом случае люди с вами общаются по аркану колесницы по аркану движения и общаются с вами как знаете с человеком и я не вижу чтобы здесь было чтобы дружеская мне идет энергия какая-то такая знаете достаточно сухая профессионально то есть они относятся к вам как никому знаете такому победителю либо вы себя так поставили что близко подойти ко мне нельзя то есть если что-то хочет сказать скажи то что нужно обычно такие такое общение бывает но в профессиональной сфере я не вижу вас друзей и я не вижу потребности у вас в какой-то дружбе то есть как будто бы другие дела которым вы сейчас заняты и даже если есть один-два друга подруги хотя я не вижу даже с ними встретиться не сможете уделить им внимание не сможете и это не потому что вы там есть на не хотите либо вас сейчас какой-то принцип не знаю держать всех на расстоянии а просто вашей как-то так по-другому поменялось вы как-то интересы у вас сменились ну вам уже есть такое чувство что знаете не то чтобы время поджимает но вот как если бы надо как-то что-то успеть надо быстро сделать она это нет времени поэтому отвлекаться на что-то в чем вы не видите смысл вы не будете здесь как-то так какой сценарий вы сейчас проигрываете в коммуникациях в общении с людьми рыцарь жезла видите огненность движения и королева жезлов вы смотрите вы проигрываете сейчас сценарий человека который настроен достаточно ярко на какое-то свое движение и вы как будто вы знаете когда человек создает свой бизнес на начальном этапе до наступает момент когда надо его как-то продвигать надо об этом говорить и рекламировать то есть здесь вот ощущение того что вся ваша беседа она как будто бы на пиаре выстроена то есть здесь нету нет обманом но искренности здесь тоже нет королева жезлов она всегда говорят о том что человек о чем-то умалчивает умалчивает а не знаю каких-то трудностях возможно которые он в своей жизни либо проживал либо проживает то есть есть некая такая маска которую вы одеваете и с этой маской вы общаетесь то есть вот этот вот сценарий с одной стороны знаете придраться к вам нечему вроде бы вас спрашивают вы отвечаете да причем отвечаете позитивно там что-то хотите сказать даже как-то мотивировать поддержать человека я не вижу что вот в этом понимаете искренность не не то что вы не искренно а заинтересованность нету с вашей стороны вот вы проигрываете сейчас этот сценарий а по рыцарю жезлов да есть позитивность да есть какая-то вот не знаю теплота что-то хорошее но все равно у меня ощущение того что есть некая такая дистанция что еще какой сценарий здесь цикличность присутствует очень быстро загораетесь людьми и потом очень быстро перегораете они вам перестают быть интересными вот в этом проблема двойка жезлов говорит о том что вы сейчас как будто бы учитесь делать выбор в плане того с кем общаться как общаться на какие темы общаться здесь присутствует луна такое чувство что вы не умеете у вас нету этого навыка точно с вами в детстве так кто-то разговаривал не знаю либо папа либо мама вот мне почему-то больше я склоняюсь к отцу как-то знаете директивно вот здесь какое-то общение она директивная еще раз скажу и и скажу и придраться не к чему сказать что вот вы как-то неуважительно отвечаете либо резко ли все что нет но здесь директивные вы проигрываете вот эту луну луна связана с вашим внутренним выбором что именно вы выбираете жезлов восьмерка мечей вот вы сейчас как раз таки находитесь в том не моменте когда хотите вот я говорю есть какая-то другая задача на то есть здесь задача она связана с тузом жезлов с реализацией каких-то вашей возможности которые у вас сейчас открывается либо вы видите их но и одновременно вы не понимаете как можно достичь того результата который вы хотите по восьмерке мечей да то есть здесь как будто бы некая такая безысходность и ступор вот вы столкнулись чем-то и поэтому любое общение с людьми она вас немножко раздражает как будто бы отвлекает ваше восприятие откликает вас от вашей цели на самом деле здесь вот сценарий он короче говорит о том что вам нужно научиться выстраивать такие отношения которые как будто бы здесь через общение через коммуникацию вы найдете решение той задачи да и той цели который вы себя здесь себе здесь ставите ну вот вы как-то раз отвернуты от людей и направлены на свое желание на достижение какой-то своей цели и вот вы видите что у вас это не получается не получается почему потому что в одиночку вы это не сможете сделать вам нужны люди вы от людей сейчас отвернуты и поэтому вам здесь говорится о том что вам нужно выбирать людей которые будут помогать вам достижение вашей цели опять таки здесь не про корысть а здесь скорее всего больше про единомышленников потому что здесь не только вам будет польза но и будет люди в пользу другим людям здесь как-то знаете вот иногда бывает когда работаешь по бартеру я когда начинала второго у меня было такое очень использовала много бартер ты мне я тебе вот здесь вот как будто бы такое и сценарий который вы прорабатываете вот он связан с вы не понимаете по луне помимо выбора вы не понимаете людей это у меня единички суда перекочевали почему вы не понимаете людей вы не понимаете девятку кубков как можно я не знаю праздно жить когда есть столько всего что нужно достичь что-то сделать прикладывать какие-то усилия действия то есть вы как-то ориентированы больше на достижение действий а вокруг вас возможно встречаются люди которые довольствуются малым в плане удовольствия то есть они живут как будто бы знаете без достижения чего-либо вот их все устраивает они живут так как им 달 data да так айфуют вот выгода смотрится на них вы не вы их не понимаете то есть но как можно там я не знаю жить условно говоря в трёхкомнатной квартире да когда с твоими способностями можно жить там есть на в 5 комнатной человек не понимаем зачем мне вообще эти коммATE кота у меня есть трехкомнатной мне этого достаточно так далее понимаете метод друг друга не понимать у вас разные взгляды не можете понять почему люди довольствуются своей девяткой кубков, и здесь, конечно же, наш любимый дьявол упадает. То есть вы не понимаете цель, желание людей, как они вообще завязывают какие-то связи. Как они могут жить вот как-то приземленно, понимаете, по наитию, что ли. Вот от этого вам сложно получается. Но у меня такое ощущение, что вам просто нужно сменить окружение, и вы найдете таких же людей, в кавычках, сумасшедших, как вы, с хорошей точки зрения, которые такие же будут целеустремленные, и вы сможете найти общий язык. Пока в вашем окружении я не вижу людей, которые бы вам подходили. Пока в вашем окружении есть люди такие, знаете, случайные. Вот именно случайности не бывает, но вот в вашем случае они действительно какие-то случайные прохожие. Вот как будто бы здесь вам нужно научиться выбирать людей. Не коммуникацию, а людей выбирать, с которыми можно общаться. Сейчас мне кто-нибудь написал, а где таких людей взять, да? Таких нету, я себя чувствую один. Но вот из-за того, что есть такие убеждения, конечно же, вы не увидите людей. Здесь нужно сменить убеждения. Многое, многое нужно изменить в себе, в своих взглядах, в своем мировоззрении. Для того, чтобы встретить всех людей, которых вы хотите. То есть сделать акцент больше на то, что вы хотите, а не то, от чего вы убегаете. То есть научиться замечать даже в тех людях, которые вам, возможно, неприятны, то, что вы хотели бы видеть. Я не знаю, позитив, замечайте, да, что вот хотя бы этот человек улыбнулся. Ищите то, что вам нужно, а не то, что вас раздражает. Вам нужно перенастроить свой вот этот внутренний локатор, да, на то, чтобы он славливал энергии именно тех людей, которые вам нужны, тех качеств, которые вам нужны, чтобы он это замечал, а не то, что вас раздражает. Вот такой у меня был для вас расклад. Хочу пожелать вам всего самого лучшего. До следующего расклада. Всем пока-пока.